Сегодня биомы обзаведутся новыми вещицами. Некоторые из них будут очень опасными, а другие просто полезными. Придётся не слабо так размять свои ноги, ведь нужно будет найти биомы, которые смогут выдать мне инструменты. А в самом начале буду развиваться как обычно. К тому же нужно будет скрафтить специальную вещь. Так что мой путь будет долгим, однако и интересным. Ох, не знал бы я прошлый, насколько он будет долгим. Мое путешествие начинается с этого момента. Появился, конечно, в хорошем месте. Но рядом было первое дерево, из которого скрафтил верстак, а позже и кирку, с помощью которой добыл камень для инструментов. Естественно, без угля далеко не уйду, так что занял всего добычей. В пещере здесь же был данж пауков. Вау, даже так. В сундуках нашёл немного еды и пару слитков железа. Опа, ещё немного угля. Ну, надо уже выбираться из этой шахты и продолжать путь на поиск биома джунглей. Давай иду, попутно смог всё же найти джунглей. Рядом с ним сделал перевал. После выставления всех нужных блоков отправился на поиск железа. Кирка не выдержал такого напора и пришлось возвращаться обратно. К этому времени наступила ночь. В свою очередь я сделал кровать. Утром начался дождь, но это не главное. Сейчас мне нужно будет продолжать копать, для чего скрафтил сразу две кирки и приступил к своему делу. В конце всё-таки нашёл пещеру. Здесь скопал железо. Ой, чёрт. Закрыл воду и собрал оставшееся железо. На базе поставил ещё одну печь, а даже обзавёлся хоть какой-ли-никакой бронёй. И тогда и свитка железа. Сделал вот такую вещицу. С помощью него смог заполучить первое оружие джунглей. Духовая трубка, которая стреляет стрелами. Очень даже интересная. Но добычу железа никто не отменял. Пока тут пытался добывать железо, меня чуть не подорвал Крипер. Однако нужно сказать ему должное. С помощью него нашёл целый один алмаз. Это уже лучше, чем ноль. За остальными вернусь позже. К этому времени была уже ночь. Но ничего страшного, сон никто не отменял. С железой Киркой смогу добыть те самые алмазы, которые на данный момент грустят и ждут своего часа. Увидел заброшенную шахту, в которой продолжат добывать железо. Но к нему добавился Редстоун. Мой поход привёл к этому месту, где чуть не вернулся обратно к своей кровати. Выжив в этой битве, продолжил так же добывать ресурсы. Будь крытом, интересно. О, алмазы. Но ничего нового здесь не нашёл. В общем, всё стабильно. Когда вернулся домой, меня ждали мобы, от которых смог отбиться, после сражения скрабтил алмазные вещи. Утром продолжил делать коробочки для получения оружия биомов. Следующим предметом станет Кирка. Но проблема заключается в том, что нужно дойти до глубин. Один раз ошибся и получил снова эту трубку. Ещё одна мне точно не нужна. Ещё одну такую вещь заметил. У этой штуковины есть... Индикатор? Благодаря этому нашёл место, где смог получить Кирку. Попробовав скопать ей блок, услышал взрыв где-то сверху. Так что моё любопытство взяло вверх и отправился обратно домой. Наверху увидел древние обломки. Они явно здесь появились после взрыва. Поставил два блока и началось веселье. Оу-е! Что ж, теперь я явно залипну в добычу ресурсов. На следующий день также продолжал рыть алмазы и древние обломки. Да и надо носить уже не был в шахте. Кожанка больше мне не нужна. Сделал алмазку, после чего пошёл на поиск угля. Поиск, который в свою очередь продлился недолго. Но это и к лучшему. Прощай, каменная Кирка. Переплавил достаточное количество осколков для создания слитков. И превратил свою броню в Незеритову. Оу, даже ачивку выполнил. Хотел ещё проапгрейдить Кирку. Так что снова добыча. Продолжение следует... А даже скрафтил Незеритовую мотыгу. Спасибо за ачивку. Больше задерживаться здесь не стал. Мою дорогу переградило море. Поэтому сделал водку и начал плыть в неизвестном направлении. А, не. Довольно быстро нашёл берег тех же джунглей. Да, что-то другого явно не найду походу. В пещере смог найти место, связанное с Вардом. И получил пушку, которая может взрывать. Она даже шутает мобов. Побегал тут ещё немного. Сломал несколько вот таких блоков. Но зато получил опыт. Нашёл один алмаз. И думал уйти с этого места. На поверхности увидел деревню. В кузнеце которой нашёл несколько слитков железа. И очень много мечей. Ради разнообразия использовал лук против курицы. Я даже попал. Снайпер, блин. Но также продолжал свой путь. На протяжении своего бега так и сражался с мобами. Или просто их шоттл с помощью пушки. Под утро нашёл болото. Которое смогло мне дать костюм. Благодаря которому я могу получить невидимость и сопротивление. Но это уже что-то. Если честно, то пример довольно бесполезный. Я столько потратил времени на тебя. Здесь же решил сделать перерыв. И приготовить себе несколько вкуснейших стейков. Наевшись от пуза. Продолжил искать приключения и нужные биомы. Забрёл в тёмный лес, который не мог мне предложить чего-то интересного. Кроме мобов и угля, естественно. Успел в этом месте поплавать в местной речке. И собрать мяса с кожей. Только вот когда вышел из этого леса, ничего нового не видел. А разве что свинок. Блин, этой дудкой тяжело стрелять. Наступала ещё одна ночь, в которой настанет конец моему путешествию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова